Михаил, конечно, еще хотел бы у вас уточнить такую информацию. Каждый день мы получаем новую информацию об обстрелах российских населенных пунктов, которые находятся вблизи Украины. Это и Курская область, и Белгородская. Вам известно, что там происходит? Кстати, вы отличный вопрос задаете, потому что выглядит это очень странно. Вот эти все такие заявления, бесконечные от губернаторов Белгородской, Курской или Ростовской областей, они вызывают странные ощущения. Смотрите, то есть нам, Россия, ракетами, крылатыми ракетами обстреливают центры крупных городов или там инфраструктурные узлы наши, да, там дороги, железнодороги и так далее, и тому подобное. Или даже развлекательные центры в Одессе, в Днепре и так далее. Ну, называя это, что она нам разрушает военную инфраструктуру. Ну, безусловно, ночной клуб в Одессе, это, конечно же, на берегу моря, это, конечно же, военный объект. Я не сомневаюсь. Там готовят, конечно, людей, которые будут потом с русским миром бороться. Его надо уничтожить. Так вот, мы же, якобы, да, Украина, якобы, по версии этих губернаторов, ни с того ни с сего стреляем в пустые села, где какие-то отдельные полуразрушенные бараки стоят. То есть, а в чем военный смысл обстрела полуразрушенных бараков? То есть, я хочу сказать, что это выглядит очень странно, даже с пропагандистской точки зрения. Просто в России уже совершенно не обращают внимания на такую несуразную, да, то есть вот говорят, давайте будем говорить, что Украина, у которой есть работа, у нас сейчас есть работа по линии разделения, да, У нас очень большая линия фронта, где нужно каждый снаряд вкладывать в конкретную цель под названием представитель Российской Федерации. То есть, мы вместо того, чтобы вот это делать, мы начинаем стрелять по разрушенным, с отдельным строениям, которые никакого ни тактического, ни оперативного, ни стратегического смысла нет. Я к чему это говорю? Я хочу, чтобы все-таки вот вы критически относитесь, да, я хочу, чтобы как бы много больше людей в Российской Федерации все-таки критически относилось к столь примитивным проявлениям пропаганды, да. Это пропаганда, которая направлена на разжигание дополнительной ненависти к Украине. Посмотрите, выходит губернатор там какой-то Белгородской области, говорит, смотрите, нам попала какую-то свинофирму, которая уже давно не была, использовалась, да, как это полуразрушенное здание, нам украинцы ее разбили. Давайте пойдем еще вырежем какую-то следующую гучу за это. Вот примерно так это выглядит. И я хочу, чтобы люди критически к этому относились.